Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Защита языка в Азербайджане. Саил Исаадыгова, как видно, не знает, что за границей все советские, бывшие или нет, до сих пор русские. В связцах не найдено. В середине октября заместитель председателя терминологической комиссии при азербайджанском кабинете министров Саил Исаадыгова заявила местным СМИ, что жителям страны азербайджанской национальности возбраняется называть своих детей Петром, Иванами, Павлами, Татьяной. Мы не можем привнести русские имена в Азербайджан. Нужно защитить наш язык от внешнего воздействия. Далее почти по-европейски толерантно поясняется, представители любых других национальностей в стране могут называть своих детей как угодно, но не азербайджанца. И это говорит не какой-то фейковый националист, а госпожа, занимающая вполне ответственный и в каком-то смысле ключевой государственный пост. Терминологическое, термин то какой придумали, комиссия существует в Азербайджане с 2012 года. В ее составе возглавляемая С. Садыговое подразделение занимается почти исключительно именами и фамилиями. Периодически она с санкцией комиссии публикует списки имен, которые отныне недоступны при наречении ребенка. Что называется, в связях не найдена. Поначалу чиновница препятствовала распространение в основном имен сталинского периода, а также иранских и лесгинских, трактор, комбайн, ансамбль, ульяна, Сталина, электро, сархош, шушебент, джина и адкар и тому подобное. Однако с 2015 года, похоже, наступило время бороться за нечто иной запрет и стали распространяться на другие неазербайджанские имена. Политическая подоплека такого курса настолько очевидна, что не замечать ее уже нельзя. Однако Михаил Забелин, председатель русской общины в Азербайджане, в создавшейся ситуации пока не спешит называть вещи своими именами. Так, в недавнем БЛИЦ-интервью ряду информагентств Азербайджана он вполне дипломатично и прагматично отметил, что некоторые чиновники в стремлении показать себя большими патриотами, чем другие, порой перегибают палку. Именной запрос. Но именные вопросы нужно решать не путем запретов, а путем информирования и разояснения. Чтобы люди не попадали в просаг, называя ребенка именем, которое создаст ему комплексы и ненужные проблемы в жизни. По сути, господин Забелин предупреждает, что лучше азербайджанцам не рисковать несоблюдением антирусских предписаний упомянутой комиссии. И предпочитает не замечать их откровенно русофобский характер. Нечто схожее, а то и аналогичное происходит, как известно, не только в Азербайджане. На что уже 6 ноября обратил внимание глава нашего государства Владимир Путин, выступая на заседании президентского совета по русскому языку. Точка. Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, почас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, активно работают в том же ирокурсе агрессивные националисты, разного рода маргиналы. Что в некоторых странах становится вполне официальной государственной политикой. Это, по мнению российского президента, прямое нарушение прав человека, в том числе прав на культуру и историческую память. Владимир Путин впрямую не называл Азербайджан, но очевидно, что среди прочих имеется в виду и эта страна. Даже в рядах российской общественности нет никаких вопросов к Баку насчет столь изощренного варианта русофобии. Хотя несомненно, что его безнаказанность откровенный сигнал для других стран СНГ, где пока, к счастью, еще не додумались до подобных мер. Впрочем, может, не случайно именно Азербайджану поручено обозначить такую политику в странах соседних России по СНГ и бывшему СССР. Видимо, российская сторона по очевидным политическим причинам опасается раздражать Азербайджан официально конкретной критикой запретов на русские имена. Да ведь азербайджанская нефть частично экспортируется по трубопроводу через Северный Кавказ к портам Новороссийской Туапсе, а это весомые транзитные доходы, максимум 70 миллионов. Дол.слежгод. Тем более, что объемы перекачки здесь, по данным Транснефти, 1 сентября СГ, повысятся с 3,3 миллиона тонн в 2018 году до 5,3 миллиона т в 2019, что, естественно, увеличит те доходы. А транзит этот, естественно, важен еще и политически для РФ. К чему здесь эти цифры? Да к тому, что русское имя, похоже, становится слишком дорогим. Экономические факторы российской сдержанности, разумеется, учитывают азербайджанские власти. Потому и не слишком стесняются в оригинальных русофобских проявлениях. Кстати, что интересно, вплоть до 2009 года даже на этикетках сока из ежевики, который производили в Азербайджане, было четко отмечено на русском языке, технология изготовления русская. Мир Джафар Багиров. Назвав его сподручным «врага народа Берии», М.Д, Багирова просто убрали за активное сопротивление русофобии, тогда еще только вызревавшей. О взглядах этого настоящего интернационалиста можно судить хотя бы по фрагменту из его выступления на съезде КПСС 12 октября 1952 года. В прошлом году журнал «Вопросы истории», будучи центральным печатным органом Института истории Ан-СССР, затеял беспредметную дискуссию о так называемом «наименьшем зле» в присоединении нерусских народов к России. Нашим кадром на местах, в национальных республиках дискуссия это не помогла в их борьбе с проявлениями буржуазного национализма, если не сказать обратное. Это вместо того, чтобы на основе многочисленных исторических данных, архивных материалов и документов во весь рост поставить вопрос о благотворности присоединения нерусских народов к России. Для многих народов в тех конкретных исторических условиях, когда им угрожала опасность полного порабощения и истребления со стороны отсталых Турции и Ирана, за спиной которых стояли англо-французские колонизаторы, присоединение к России было единственным выходом и имело исключительно благоприятное значение в их дальнейшей судьбе. Не видно, чтобы журнал «Вопросы истории», руководствуясь высказываниями товарища Сталина роли великого русского народа в братской семье советских народов, всесторонне разрабатывал бы вопрос, жизненно важный для дальнейшего укрепления дружбы народов нашей страны о неоценимой помощи, которую оказывал и оказывает всем народам нашей страны наш старший брат русский народ. Та дискуссия в «Вопросах истории» была прекращена уже в ноябре 1952-го, а последним аккордом М.Д. Багирова по тем же вопросам была его обширная статья с аналогичными акцентами в журнале «Коммунист. Москва» в феврале 1953-го, старший брат в семье советских народов. Номер журнала был подписан за три недели до официальной кончины Сталина.